Стая волков, в которой молодой черныш был седьмым, ходила по тайге широкими кругами, и волчица очень хорошо запомнила места, в которых держались и кабаны, и лоси, и олени. Иногда по пути они выпугивали из дневных лёжек высоконогих стройных косуль, убегающих в ужасе от одного запаха серых разбойников. В беге они выпрыгивали высоко, взлетая над кустами, показывали белые зеркальца на своём заду, чем во многом облегчали погоню своим преследователям. М? Зеркальца, как сверкают. Но бег косуль был так лёгок и так стремителен, что волки, прогнав их с километр, постепенно отставали, а потом и прекращали преследование навовсе. Снег становился так глубок, что мешал волкам развивать большую скорость. И вот в один из дней на красно-алом солнцезакате стая вышла на следы крупной кабанихи с двумя подсвинками. Всего в помёте было при рождении девять поросят, но два умерли ещё в первый месяц при жизни, а пятерых смогли отогнать от матки и потом задавить дикие собаки, отбившиеся от человеческих поселений, и живших в пригородных лесах, как волки здесь. Всё-таки это их дикие предки, как ни крути. Волчица остановилась, понюхала воздух, крутя головой по сторонам, решив что-то для себя. Не спеша пошла по длинной дуге, огибая большую поляну, с южной стороны ограниченную крупноствольным сосняком. Здесь, на границе леса и поля, земля в солнечные дни прогревалась, и снег, превращаясь в крупные кристаллы, постепенно испарялся здесь, кое-где обнажая эти чёрно-серые полоски земли с остатками увядшей травки. Тут тебе кормились и кабаны, вспахивая верхний слой дернины своими пружинисто-крепкими пятаками, в поисках кореньев копают. Дойдя до кабаних покопок, волчица вошла тихой рысью в сосняк, и вдруг оттуда на поляну выскочила негодующая хрюкащая кабаника, хру-хру, кабаниха выскочила, а за нею пару кабанят захрю-хрукали. Волки мгновенно окружили дикую свинью и её детёнышей, конечно, и стали теснить матку. Стараясь отделить поросят, отогнать от свирепой и сильной кабанихи. Они сразу же делают ставку. Угу. Она весила не менее ста пятидесяти килограммов и была покрыта чёрной с проседью жёсткой щетиной, стоявшей на мощном загривке дыбом. Она, как тот, словно танк, вдруг неожиданно бросилась на ближнего волка, который, поджав хвост, бросался на утёк. А в это время матёры и волчица набрасывались на пронзительно визжавших, отбивающихся от хищников кабанят. С третьего раза матёрыму удалось перекусить сухожилие на задних ногах одному поросёнку. И тот так пронзительно завизжал, что кабаниха, бросив преследовать молодого волка, она вернулась к своим кабанятам. Но было уже поздно. Всё. Кабанёнок сильно захромал и подволакивал левую и заднюю ногу, а второй вообще не мог бежать, и, дотащившись до кустов, он и залёг там. Кабаниха стояла рядом и делала короткие броски в сторону окруживших её волков, пытаясь, если не отогнать, то хотя бы напугать хищников. Но всё было напрасно. Проведя несколько часов в этих кустах, обессиленная голодная кабаниха попыталась прорваться сквозь волчьи кольцо. Она, выбежав на край поляны, попеременно бросалась в сторону двух переярков, отвлекающих её внимание. А матёрые волчицы в это время рвали уже беззащитных кабанят. Всё просчитано. И загрызли их, наконец. До самой смерти. Кабаниха, с трудом оторвавшись от наседающих волков, пришла на помощь к своим кабанятам. Но её детёныши были уже мёртвы. Стоя рядом с ними громадная, с вздыбившейся на загривке щетиной кабаниха, была в несколько раз крупнее волка, вожака. Но она ничего не могла поделать с умной инстинктивной тактикой этих прирождённых бойцов и охотников. Никак. Не та цепочка. И вот уже через час одинокая кабаниха поняла, что её поросята мертвы. И она оставила окоченевшие трупы и побрела в сторону рассвета. Её волки не преследовали. Нет. Хм. Больно надо. И как только она скрылась за густым ельником, вожак накинулся на одного поросёнка, а волчица на другого. Еда. И вот через час на морозном солнцевосходе под тревожно-пронзительное стрекотание сорок, сидевших на соснах над полем, волки, разодрав кабанят на куски и растащив окровавленное мясо в разные стороны, насыщались, изредка утробно порыкивая, поднимая голову, оглядывались и облизывали свои окровавленные морды. Снег на поляне был вытоптан, и на белом были заметны следы крови, клочки чёрной кабани и щетины и серой волчьей шерсти. Для черныша эта схватка была первым боевым крещением. Он помог волчице растянуть кабанёнка, вцепившись клыками в щеку жертвы, а потом, перехватившись, оседлал кабанёнка, в то время как волчица с сильной хваткой вырвала кусок мяса из незащищённого живота. Черныш размерами и силой заметно был крупнее своих братьев, и потому и верховодил, и в играх, и в драках между подрастающими волчатами. Теперь по силе он был третьим в стае, после взрослых, и потому ел намного больше, и ему больше полагалось, и от этого больше и рос, набирался сил заметно быстрее. В конце декабря волчья стая, проходя через болотистые перелески, остановилась в сосняке на днёвку. Долго устраиваясь на днёвку, молодые волки тихо повизгивали от усталости и голода, располагаясь поудобнее вокруг вожака по длинной дуге. Заснули быстро, прикрывая от серепого мороза влажные носы своим пушистым кончиком хвоста. Предусмотрительно как. Волчица изредка глубоко вздыхала, задрёмывала, и, не просыпаясь, взлаивала, судорожно подёргивая лапами. Во сне она гналась за лосём. А над лесом стоял серый морозный туман, и неожиданно рано начались длинные зимние сумерки. Голодные волки встали из лёжек раньше обычного. Выстроившись походным порядком, они пошли на юг, в сторону маховых болот, на которых две недели назад задрали молодого лосёнка, зазевавшегося во время кормёжки, и не успевшего убежать за лосихой. Мах! И не ма, лосёнка! Волчица вела стаю в ту сторону, надеясь перехватить и оставшуюся в одиночестве лосиху. Выйдя к берегу широкого безлесного болота, волки легли в прибрежных кустах, и матёрый в сопровождении черныша первой парой стал переходить широкое, это открытое пространство здесь. Дойдя до середины болота, матёрый вдруг остановился, словно споткнулся, и долго пристально рассматривал незнакомый предмет, похожий на корягу, торчащую изо льда наледи под крутым сивером, северным склоном, метрах в ста пятидесяти от волков. Наконец, убедившись, что предмет совершенно неподвижный, только после этого матёрый продолжил переправу, и вскоре вся стая, перейдя по пар на это опасное место, продолжила свой путь. А та коряга, неподвижно торчащая под северным склоном, оказалась человеком, замеревшим на месте от удивления и невольного страха. И когда стая ушла дальше, он с облегчением выдохнул воздух. Перешёл болото и, подойдя к свежим волчьим следам, долго их рассматривал ещё, удивляясь, как точно след в след шли один за другим эти серые разбойнички, разбившись на пары. «М? По парам!» Человек, местный егерь, занимавшийся в межсезонье заготовкой в этих местах ивовых прутьев для питения коррозин, он вспоминал, сколько было волков и пытался по размерам определить половой состав этой стаи. «Однако, — думал он, — эти волчки, если их оставить тут на зиму, могут вырезать всех кабанов и лосей, да и косуль прихватить на закусочку. Это ж сколько надо же мяса каждый раз, чтобы эту вот эту орау всю прокормить, а? Сколько мяса им надо, а? А потом они же волчат, наплодят, да наплодят, и тогда уже спасения всему живому в округе не будет!» Продолжил он размышлять, поспешая в сторону дома. Отойдя где-то с полкилометра, он на всякий случай, спрятавшись за пушистой темной льелью, на берегу распадка подождал, приготовил топор, ружья в тот раз он с собой не взял. «Не последуют ли волки за ним по следам?» «Вон оно чего!» «Не последуют?» И, убедившись, что преследователей нет, он вышел на проселочную дорогу и пошел в сторону деревни, где жил и работал. Войдя в деревню уже в темноте, егерь свернул в сторону дома своего приятеля, колхозного агронома и страстного волчатника, которому и рассказал о встреченной в лесу волчьей стае. За вечер обзвонили всех охотников в соседних деревнях и договорились завтра же утречком собраться у овражка в дальней части таежной пустоши, где обычно дневали проходные волки. «От там!» «Стрелочка!» Егерь был опытным волчатником и знал все места волчьих переходов и их дневок. Прям вообще все! Придя домой, егерь растопил печечку, поставил в чугунке вариться картошку в мундирах. Он жил один, а жена и сын студент зимами жили в соседнем городке, у родственников там. После ужина, достав с антресоли матки бечевки с привязанными к ним красными тряпочками флажками, егерь проверил сохранность бечевые. Он все проверил. Крепко ли пришиты тряпочки. И, попив чаю, он лег спать. Наутро, еще в полной темноте, прихватив своего друга-волчатника, они на снегоходе укатили на пустоши, где на развилке дорог, неподалеку от оврага, стали ожидать остальных участников оклада. «Но ведь договорились же ж!» А волки вошли в овраг сверху, ступая след в след и двигались один за другим прямо. Впереди шел матерый, который выделялся размерами, большой головой и серо-палевой гривой на широкой и сильной груди. Спустившись метров на триста в сумрачный овраг, занесенный утрамбованным ветром и морозами снегом, стая остановилась. Волки чуть разошлись, вынюхивая и выискивая место для лёжек. Матёрый лёг на самом возвышении, носом к ветру лёг. Остальные волки, быстро расположившись вокруг, обтоптавшись, легли на снег и, прикрыв пушистыми хвостами свои носы, как обычно, они, свернувшись калачиком, и уснули. Отдыхать. И только матёрый ещё какое-то время вслушивался в тишину, нарушаемую свистом холодного и пронзительного ветра. И, убедившись, что тайга, как обычно, спокойно равнодушная, только тогда он позволил себе задремать, положив голову на лапы. Рассвет застал стаю в овраге. После вчерашнего длинного перехода волки отдыхали. Было по-прежнему холодно, но ночью ветер прекратился, и алоэ от мороза солнце появилось на зимнем, низком и безомлачном небе. Во всей красе и величии незамутнённой природной чистоты. Яркие, ещё по-утреннему розоватые лучи брызнули поверх вершин сосен и редко стоящих крупных елей. И снег заискрился весь, играя разноцветными огоньками. Однако укутанные снегом деревья оставались совершенно неподвижными, и тишина охраняла это лесное зимнее сонное царство от вторжения мира яростной жизни, обычной для других времён годов этой тайге. И вдруг позади, в нескольких сотнях метров, за тёмным молодым ельником что-то треснуло там. И человеческий голос произнёс, пропел первый раз. «Хоп-хоп! Пошли, родимые!» И вслед кто-то озорной насмешливо заулюлюкал. «Эгегей!» И с другой стороны оврага тоже закричались звонкие человеческие голоса, безжалостно нарушая тишину дремучего зимнего леса. Матёрый скачил самым первым и заметался по поляне. И его тревога передалась сразу же всем остальным волкам. Волчица выскочила на бугор, замерла и, убедившись, что голоса раздающейся из ельника принадлежат этим людям, развернулась и на галопе понеслась прочь от этих опасных звуков, вдоль своих входных следов, на выход из оврага пошла. За ней помчались и молодые волки, и быстрее всех черныш. А матёрый на какое-то время задержался. Он оценивал обстановку. А потом решил попробовать прорываться, в одиночку уходить. И он свернул вправо. И на широких махах, поднимая снежную пыль, утопая по грудь в этом белом снегу, галопом бросился вверх по склону. Волчица первая выскочила на линию стрелков, притаившихся под и за деревьями, в белых халатах, которые делали их неподвижные фигуры невидимыми. И грохнул первый выстрел. Ба-бах! И тяжелое эхо пролетело над неподвижным лесом. Заряд кортечий встретил волчицу в прыжке, пробив шкуру, проник в тело, перебил несколько ребер и сломал крестец. Волчица взвизнула от боли и еще по инерции проползла несколько шагов на передних уже лапах. Затем с двух сторон уже ударили еще выстрелы, и она, пробитая во многих местах, замерла, распластавшись на этом холодном, белом покрывале января. Кровь, вытекая из ее обездвиженного тела, чуть парила даже на морозе. Два молодых волка, не успев остановиться, были встречены частыми выстрелами из цепи стрелков. И они тоже умерли. Они даже не увидели своих убийц. Черныш после первого выстрела резко затормозил почему-то. Он затормозил, бег всеми четырьмя лапами. Развернулся на сто восемьдесят градусов и громадными прыжками понесся вспять. Но он тут же услышал впереди это задорное и злое «Хоп-хоп-хоп!» и почти звериное «Хай-я!» В людях во время загона, особенно в тех из них, кто страстно любил охоту, вдруг просыпался дикий прачеловек, прапрадед. И потому они в такие моменты готовы выть, визжать, рычать и драться за свою добычу. Только бы ее добыть. А внутри еще гордились этими необычными для современного человека чувствами. Странные метаморфозы порой происходят с представителями рода «Хомо-сапиенс». «Сапиенс». За чернышом увязалась и едва поспевала его сестра, молодая волчица, часто-часто отталкиваясь на коротких, но быстрых прыжках. И вновь резко свернув в сторону, черныш по склону оврага выскочил к гребню, и тут от страха на его загривке вздыбилась шерсть, дыбаком стала. По краю оврага были на незаметной бичеве развешаны красные тряпочки на уровне волчьей головы, предусмотрительно, которые чуть заметны и таинственно трепетали под этим несильным утренним ветерком. Черныш постоял мгновение, вглядываясь во все это, в это непонятное, чем страшное движение этих ярких флажков. Но тут снизу и слева вновь грянули выстрелы. Ба-бах! И он, словно живая пружина, метнулся вперед сразу же на эти ужасные красные тряпочки. И, высоко выпрыгнув, он перемахнул это страшное препятствие. И за ним последовала и молодая волчица. И все! Они были свободны, только стоило перейти. Они оставили в окладе окровавленные мертвые тела матери, своих братьев и сестер. Они всех там оставили за этим красным забором. А вожака застрелил самый молодой загонщик, идущий в цепи с самого края, случайно заметивший мечущегося в нерешительности перед флажками волка. Он чисто случайно в него стрельнул. Выстрел этот был произведен наугад. Но, как известно, новичкам часто везет, как и дурачкам тоже. Случайно и кортечно попало вожаку прямо в глаз. Вот про таких и говорят, в глаз белки попадет. А тут вот так вот наугад-то вышло. И волчий загон завершился. В стае из семи волков остались живы и ушли через флажки только два. Черныш и его сестра, которая в него поверила. Это была уменьшенная копия черныша, но только палевого окраса. Одной крови. А молодые волки еще долго скакали вперед и вперед, напрягая все свои силы, стараясь как можно дальше убежать, скрыться от этого страшного места. И вот, наконец, тяжело дыша и высунув языки, волки перешли на рысь. И по распадку, поднявшись на водораздел, не обращая внимания на следы оленей и косуль, избороздивших снег вокруг, перевалили гребень и ушли в соседнюю безопасную речную долину. Первое время молодые волки голодали. Теперь уже не было рядом ни матерого, ни волчицы, которые всегда возглавляли большие охоты и первыми бросались на крупных жертв. Теперь все надо было делать самим, стать взрослыми. Черныш физически был сильным и крупным волком, и после того, как они на пару, отделив молодого косуленка от убыгающего стада, легко задрали его, он понял инстинктом свою силу и готовность к убийству других. Тогда жизнь волчьей пары стала намного легче. Именно с этого самого момента помог инстинкт. И вот наступили сильные морозы. Реки и ручьи промерзли до дна, и вода, выдавленная на поверхность, шурша салом, текучим льдом, медленно плыла вниз, образуя на поверхности неровности и вздутие. Первый раз встречаю, чтобы салом называли. Но действительно похоже. Все звери затаились в норах и укрытиях, а копытные отощали, и чтобы выжить должны были кормиться много времени, иногда даже и днем. Мать Лосиха и Любопытная поднялись повыше на перевал, где было поменьше снега, сдуваемого оттуда ветром. Выбрали себе площадочку почти плоского вершинного болота и, не уходя никуда, прожили здесь все тебе морозы, питались молодыми побегами ивы и осины здесь, объедая вершины деревцов и кустов. А если не могли достать, то, находя на деревце тяжелым телом, они ломали промерзшие насквозь стволики, они легко ломались сравнительно, и на сломанных обгрызали уже все тебе ветки. Дневали здесь же, ложась на снег сверху и поджав под себя костистые длинные ноги с коротко-жесткой серой шерстью на внутренней стороне. Любопытная старалась все делать, подражая матери. Но силы в молодом теле было заметно меньше, и потому она сильно похудела, и ряд широких плоских ребер проступили сквозь натянутую на брюхе кожу. Солнце в морозные дни не могло пробиться сквозь холодный туман, и отсутствие света и тепла еще больше угнетали молодого зверя. Но к началу февраля уже оттеплило, потеплило. На небе чаще появлялось яркое солнышко, и в затишке перед густыми сосновыми зарослями солнечные лучи, почти не задерживаемые чистым и сухим воздухом, растапливали снег, и кое-где даже появилась протаявшая до серой прошлогодней травы земля. Лосиха приводила любопытную именно сюда, на опушку, при самом высоком солнце. Днем и молодая ось лосиха может быть впервые за всю зиму по-настоящему отогревала здесь и крепко засыпала от этого. А мать лосиха сторожила ее покой, чутко дремала и, часто поднимая голову повыше, оглядывала и прослушивала окрестности. Но место тут было мало доступное, и кроме большого стада изюбрей здесь, кормившихся здесь неподалеку, здесь действительно никого больше не было. Раньше в округе волчья стая и семи волков, как по жесткому графику, еженедельно задирала то лося, то оленя, то кабанов, кабанчиков. А потом она исчезла почему-то из окрестностей. И это позволило выжить многим копытным, включая и любопытную. Постепенно молодая лосиха отошла от морозного стресса и даже стала поправляться. Пока ее округлились, шерсть заблестела и плотно прилегла к телу. И она начала дальше отходить немного от матери, проводя неподалеку за пределами прямой видимости уже несколько часов во время кормежки. И только на лежку они по-прежнему каждый день уходили вместе полежать. В конце февраля завьюжило, подули снежные ветра, хотя сильных морозов больше не было, и потому лоси переместились на южные подветренные склоны, на которых ветер не делал глубоких заносов, пробиваться через которые было очень трудно, даже длинноногим лосям. Однако это были уже угрюмые последние судороги зимы, последние дряхалки. В начале весны, когда солнце все выше поднималось на небо, к полудню поднималось, а сине-влажные сумерки сменялись прозрачной прохладой ясных лунных ночей, мать сама вместе с лосенком перекочевала за водораздел и остановилась в широкой паде, по которой протекала небольшая в высоких качковатых берегах река Хея. Хей-хей! Кругом еще лежали глубокие снега, но на южном высоком берегу реки в редких сосняках под деревьями образовались проталины, куда и выходила кормиться лосиная семейка. Черныш и молодая волчица к тому времени стали уже мужем и женой. Избежав свирепых драк между кобелями-волками в округе, больше не было уже других волков здесь. Брюхо-волчица заметно увеличивалось каждой неделей, и волчья пара отыскала себе логово, старой покинутой барсучей норе отыскала, очистив ее от прошлогодних листьев и занесенного внутрь мусора. Эта нора случайно находилась неподалеку от места, куда выходили кормиться лоси. Матка и лось сигалеток. И вот уже под вечер, пробегая вдоль реки, по гребню высокого берега, волки натолкнулись на лосиху и лосенка. При виде волков шерсть на загривке лосихи поднялась дыбом, и сам лосенок, к тому времени уже ставший размерами с мать, придвинулся к ней поближе и гневно захрапел. Вот так вот они умеют. А волки, разделившись, обижали вокруг лосей, и те поворачивали голову вслед их движение. Пристально наблюдали за волчьими маневрами. Что дальше будет? Чернышев, вздыбив шерсть на загривке, мелкими шагами приближался к стоящим бок о бок лосям. Когда, палевая, перемещаясь, она совершила ошибку. Подошла слишком близко. Готовой защищаться не на жизнь, а на смерть лосихе. Она сделала ошибку, она подошла. Оценив момент, мгновенно напрягшись, лосиха прыгнула вперед, сделала выпад, встала на дыбы и обрушила дробь убийственных ударов на палевую, которая метнулась назад, на вытаившие кусты черничника. На мгновение помешали ее вернуться от острого права копыта лосихи, помешало это все. Черная острая копыта попала в заднюю часть тела, в крестец, рассекло кожу и повредила кость правой задней лапы. Черныш бросился на выручку, но сам он неожиданно быстро отпрыгнул в сторону и, развернувшись, он тоже поднялся на дыбы и стал передними копытами бить уворачивающегося волка. Черная шерсть на загривке лосенка торчала вся дыбом, прям дыбаком. Крупные белые резцы оскалились и, опустившись после серии ударов копытами, опустившись на мерзлую землю, сам еще пытался укусить бросающегося из стороны в сторону черныша, старающегося забежать или сбоку, или сзади, разъяренного и испуганного, сверкающего в злобном оскале белыми острыми клыками. Но, в конце концов, волк своего добился. Он так и отвлек внимание на себя. Лосиха мать бросила визжащую от боли ускользающую от удара впалевую и кинулась к саму на выручку. Отступая, скача то влево, то вправо, черныш уводил разъяренных, почувствовавших свою совместную силу лосей, отраненной подруги уводил. И, наконец, черныш отбежал на несколько десятков метров, и лоси, храпя и поводя налитыми кровью глазами, стали медленно с остановками уходить, иногда имитируя броски выпады в сторону врага, от которых черныш якобы в нерешительности он делал несколько шагов назад и в сторону. Как будто бы отступает. Когда лоси скрылись за деревью в соседний распадок, черныш вернулся к палевой, которая лежала и лизала отбитый зад, жалобно повизгивая от пережитого страха и боли. Черныш лизнул ее в морду, словно жалея и понимая ее состояние. И вскоре волчица приподнялась, и, подволакивая задние лапы, сильно хромая, пошла в сторону логова, сбоку сопровождаемая чернышом. Да, несколько дней палевая находилась между жизнью и смертью, и черныш приносил ей по вечерам, приходя с охоты, и зайцев приносил, и птиц. Однажды кусок косулятины приносил. Но палевая она ничего не ела и только зализывала и зализывала свою рану, жалобно поскуливая при этом, глядя на черныша влажными, блестящими, понимающими глазами, словно благодарила его за заботу и участие. И вот через несколько дней волчица начала поправляться. но еще долго скакала по лесу на трех лапах, а потом прихрамывала почти до первых зеленых листочков. И вот в положенное время она родила пятеро волчат. Почти восстановилась стая. листочков потому на лето они остались по-прежнему парой и жили около этой норы. листочков да, частенько мы слышали, что волки не могут перейти через эту потенциальную опасность, которой опасность для них вовсе и не является. Эти красные платки. И отчего они его боятся, вот что мне интересно. Красная? Кровь? Или что, напишите, знающие. Некоторые, я слышал, что все-таки через нее проходят, как и было в сегодняшнем нашем рассказе. Но основная-то стая, основная часть волков, они не могут ее преодолеть. И пока это все работает, этим будут пользоваться. Я так думаю. Тем более, что тебе стоит повесить эти красные флажки. Охота на красные флажки называется. Или с красными флажками. Я так думаю, что они боятся, что что-то двигается где-то там. Тем более, это на уровне прямо их глаз. И они его боятся. Раздвигается опасность. Кровь. И это тоже чисто инстинктивно они этого боятся и стараются обойти. Но ведь опасность, она всегда сзади. Охотники специально их наводят на эту ограду. Сзади идут. И они не могут ее преодолеть. И они возвращаются и идут от нее, от ограды, прямо на них, на выстрел. Так это обычно происходит. Напишите. Интересно. Я вообще сколько смотрел про эти красные флажки. Я знаю, что волки вообще не могут преодолеть эту преграду. Только один, по-моему, тренированный волк, которого тренировал именно... Ну, он был просто с ним с самого детства, волк. Только он смог пройти это. И то с человеком. Или они чувствуют запах человека в этих флажках. А еще было здесь сказано то, что они прошли и не услышали запах человека. Первое, что я подумал, что это кто-то... Ну, прям труп замерзший. Первое, что я подумал. Я думаю, вы тоже так первые подумали. Потому что как это может быть человек, и волки его не заметят. Ну, там ветер от него, от них. И, может быть, это все. Но здесь же был человек. Видно, очень опытный, раз он вообще не двигался. Прям вообще. Ну, вот нам вот так в этом рассказе все преподнесли. А все рассказы находятся у нас в плейлисте, прям под видимо. Услышимся, увидимся уже завтра. А на сегодня что? А на сегодня все. Покедова. Споки-ноки. Субтитры создавал DimaTorzok Восемнадцать ого выходит у нас новая серия «Каждый Божий день». Все аудиокниги и все рассказы находятся в нашем подвале, снизу. Заходишь, и там целая библиотека наших рассказов. Старичок, заходи на пикничок. Каждый Божий день в восемнадцать ого. Не пропустите. А на сегодня что? А на сегодня все. Покедова. Споки-ноки. Чпоки. А-а-а.